Здравствуйте друзья! Представляю вашему вниманию еще одно видео, которое своим происхождением обязано комментариям, которое вы оставляете в моих каналах YouTube и Telegram. Мне посоветовали обратить внимание на приложение Wall Panel, которое судя по всему сменило название и теперь доступно как Home Habit. Это один из вариантов интерфейса для систем управления умным домом, в том числе поддерживается Home Assistant. Какие особенности можно выделить, если сравнивать с официальным приложением Home Assistant. Нет необходимости в установке на сервер интеграции мобильное приложение. Напомню, она нужна для работы официального приложения и передает систему большое количество параметров с вашего смартфона, от уровня заряда и местоположения, до каких-то совершенно экзотических показателей. Хорошо это или плохо решать вам, мне например все эти параметры не нужны. А вот несомненный на мой взгляд достоинством является то, что в отличие от официальной версии, вы не получаете просто копию своего базового интерфейса, вы строите его самостоятельно, так как считаете нужным, используя простой и удобный инструментарий. Я считаю это логично, ведь для планшета или телефона, не нужен весь тот спектр данных, которые можно вывести на экран компьютера. При этом для планшета вы можете сделать один вариант, а для смартфона другой. Подробнее дальше в видео. Если тема умного дома вам интересна, мои видео помогают ее изучать, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео, тогда его смогут найти больше людей. Также вы сможете поддержать развитие моего канала став его спонсоров, либо подписавшись на один из донат сервисов, ссылки в описании. Как я и сказал, в Google Play приложение доступно под названием Home Habit. Устанавливаем его. Далее запускается приветственная страница. Поддерживается много платформ и Home Assistant доступен в стандартной бесплатной версии. Выбираем его и переходим на страницу ввода адреса. Вводим локальный IP сервера Home Assistant, не забыву указать и порт 8123. Подключаемся. Тут вводим данные своей учетной записи в Home Assistant. Проверка соединения. А тут можно указать внешний адрес вашего сервера, на который приложение сможет подключаться если будет находиться не в локальной сети. Удобно, я пока пропущу. Готово. Нам доступно 3 рабочих окна, их вкладки слева. Тут пока пусто. Слева внизу кнопка настройки, переходим в режим редактирования. В базовой бесплатной версии доступно 3 рабочих окна и один дашборд, в платных по 10. Можно попробовать и решить стоит ли оно покупки или нет. 30 долларов в год не такая большая цена за удобство. Вернемся к редактированию. Можно отредактировать заголовок каждого окна кликнув на него. Здесь есть две опции название и иконка из числа доступных в приложении. Для размещения виджета нужно тапнуть в желаемом месте окна и нажать на знак плюс. Доступно два режима, стандартный пресет под выбранный объект или ручная настройка. Начнем с первого. Запускается окно поиска, где мы видим полный список всех объектов Home Assistant. Начнем с сенсоров, например сенсора движения. Контекстный поиск работает как по friendly name, так и по техническому имени сущности. Выбираем его. Приложение тут же предлагает доступный вариант оформления. Выбираем и попадаем в меню тонкой настройки. Указываем свое название. Тип сенсора. Он влияет на то, какой статус будет отображаться при его активности. Напомню, что бинарный сенсор может иметь только два состояния включено или выключено. Для движения наиболее подходящее это Motion. Иконка тоже меняется. Внизу переключатель реверса активность при статусе выключено. Эффекты при активности. Реверс чтобы было видно. Это дыхание. Пульсация. Сплин. Фон подсветки активности. Можно менять цвет в зависимости от типа сенсора. Сохраняем. Виджет появился на панели. Тут можно менять его размер и таким же образом перемещать его по окну. Просто перетаскивание тут не работает. Тапаем сверху и выходим из редактирования. Сенсор можно отредактировать, например выключим реверс чтобы он работал в стандартном режиме. Для закрепления материала добавим еще один бинарный сенсор. Возьмем датчик дыма. Меняем имя. Тип. Тут дыма нет, но зато есть газ, который имеет подходящие статусы Detected и Clear. Сменяем иконку на более подходящую, например огонь. Вполне логичный вид. Пусть будет пульсация, посмотрим как будет выглядеть. И подберем цвет поярче. Огонь. Перейдем к цифровым сенсорам. Пока в стандартном режиме, пусть будет сенсор температуры. Вот такой шаблон. Меняем название. Единицы измерений. Тут их очень много. Ищем градусы Цельсия. Точность показаний после запятой. Сохраняем. Так выглядит стандартный виджет. А теперь попробуем режим конструктора. Сначала выбираем тип виджета. Под наш случай хорошо подойдет шкала. Указываем имя виджета. Тип шкалы. Радиальный или линейный. Иконка. Поставим градусник. Единицы измерения. И подключаем источник данных. Тот же самый сенсор. Минимум и максимум шкалы. Поставлю от 15 градусов до 35. Точность значения. Один и тот же сенсор. Второй вариант интересней, но это еще не все. Тут есть настройка трешхолд. Первый будет начинаться от 15 градусов, цвет возьмем синий. Следующий например от 20. Более теплый, желтый цвет. Далее свой цвет на 25 градусов. И для значений выше 30 градусов. Выглядит красиво. Но возиться так с каждым виджетом быстро надоест. А для этого есть опция дупликации. Все уже настроено, осталось только поменять источник данных. И название. Название надо подбирать, чтобы они помещались на плитку. Аналогично можно дублировать эти датчики, что мы создали ранее. Меняем источник данных. Название. И еще одна маленькая деталь, изменился тип датчика. Но цвет фона и эффект сохранился. Меняем тип и готово. Подробно рассказывать про все сущности я не буду, это будет очень долго, а логика тут везде одинаково. Поэтому остановимся на наиболее интересных. Возьмем камеры. В список не попали камеры из интеграции ReaLink, но Generic и RTSP есть, Anvif тоже должен быть. Появилась картинка с камеры. Устанавливаем имя. А тут время обновления картинки с камеры, тут нет прямого видеопотока. Мы можем менять как нам удобно размер, если соотношение сторон не будет совпадать с картинкой, то часть изображения будет урезаться, либо растягиваться. В данном примере картинка с камеры будет обновляться каждые 5 секунд. Конечно я не могу обойти своим вниманием светильники, это важная часть системы умного дома. Выбираем в списке объектов нужный. Доступно три варианта виджетов, рассмотрим все. Самый простой, тут доступно только включение и выключение. К слову объекты Switch, реле и розетки выглядят точно так же, отдельно их показывать не буду. Передвинем в сторону. Добавим эту же самую люстру, но с другим виджетом. Это регулировка яркости. Кроме ползунка, есть еще регулятор. Он позволяет кроме включения и выключения устанавливать уровень яркости. Есть небольшой таймлак в обновлении статуса, задержка обратной связи. Третий виджет позволяет управлять цветом или в этом случае цветовой температурой. Выбираем разные оттенки от теплого к холодному. По умолчанию 5, можно больше или меньше. Для полного управления всеми параметрами такой люстры, надо два виджета, для яркости и для оттенка света. Зависит от того, чем именно вам нужно управлять. Разные виджеты на один объект работают параллельно. Рассмотрим еще несколько интересных виджетов. Перетянем эти сенсоры вниз, чтобы не мешали. А в освободившемся месте уместнее будет смотреться виджет часов. Тут есть два варианта отображения. Стандартный мне нравится больше. Можно раздвинуть на две клетки. А рядом с часами, гармонично будет смотреться виджет погоды. Я использую OpenWizermap. Тут много шаблонов, включая с почасовой погодой на любой вкус. Вот так например, мне кажется довольно практично и удобно. Суть системы я полагаю, что вы поняли. Давайте напоследок рассмотрим еще какой-то один виджет. И разместим его в другом окне. Давайте посмотрим, какие шаблоны приложение предложит для медиаплеера. Шесть вариантов. Возьмем самый большой. Размер кстати варьируется, можно сделать еще больше или меньше, как нравится. Управление громкостью. Воспроизведением. Переключение трека. Тут сразу отвечу на вопрос. В App Store под iOS я такого приложения не нашел. А также добавлю, что количество ячеек от виджетов напрямую зависит от типа устройства, где установлено приложение. Например у планшета, на котором я проводил все тесты, их 40. А на смартфоне всего 15. Хотя разрешение экранов почти одинаковое, тут роль играет физический размер. Хотелось бы услышать ваше мнение в комментариях, как вы считаете. Достаточно ли трех экранов, чтобы разместить основные органы управления умным домом? И какие элементы умного дома обязательно должны быть там размещены? Интересно будет, если вы поделитесь своими реализациями такого управления. На этом все. Надеюсь видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала, или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм канал, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok